Всем привет! Вы смотрите специальную программу, с вами Джао Син. Госсекретарь США Энтони Блинк 18 и 19 июня совершил визит в Китай. Это первая за пять лет поездка главы Американского внешнеполитического ведомства в КНР. По мнению наблюдателей, сам факт этого визита стал свидетельством того, что и Китай, и США готовы к диалогу. Диалог лучше конфронтации, а общение лучше, чем полное отсутствие коммуникации. Однако диалоги и сотрудничество должны основываться на принципах взаимного уважения и равенства. Сейчас отношения между Китаем и США сталкиваются со многими трудностями и вызовами. Они находятся в наихудшем состоянии с момента установления типовношений между Китаем и Соединенными Штатами, считает министр иностранных дел ГНР Цинган. Коли многих проблем в том, что Соединенные Штаты дают многообещания, но не выполняют их. Так, США неоднократно заявляли, что они придерживаются принципа одного Китая и не поддерживают так называемую независимость Тайваня. На деле же Вашингтон постоянно заигрывает с тайваньскими саппаратистами, подрывая суверенитет и территориальную целостность Китая. В результате тайваньский вопрос стал самой болезненной проблемой в китайско-американских отношениях, наиболее значительным риском. Китай призывает Соединенные Штаты строго соблюдать принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммуникаций, а также на деле выполнять обязательства не поддерживать так называемую независимость Тайваня. Существует и немало вопросов в торгово-экономической сфере. США под лозунгом «снижение рисков» начали торговую войну с Китаем, пытаются устроить технологическую плагаду Гэнер. Это не что иное, как попытки Вашингтона сдержать развитие Гэнер, что наносит ущерб интересам развития Китая, интересам предприятий обеих стран и процессу восстановления мировой экономики в целом. Основа китайско-американских отношений лежит в людях. В последнее время американские предприниматели массово едут в Китай, ведут переговоры о сотрудничестве, запускают новые проекты. Получиться у бизнесменов стоит и правительству США. Как заявил на встрече с Плинкеном, председатель Гэнер Си Циньпин, соперничество между державами не отвечает верням эпохи и тем более не помогает решать проблемы самих США и вызовы, стоящие перед миром. Китайский лидер призывал следовать достигнутому в ноябре прошлого года китайско-американскому-баллийскому консенсусу, воплотить его в реальности, чтобы стабилизировать и улучшить отношения между Китаем и США. Спасибо, что вы смотрели специальную программу. С вами была Джао Син. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok